Белгород знает Взять и вернуться к обыкновенной размеренной жизни Каждый новый день принесет новый траур Запрещенный ИГИЛ или СБУ Все западные газеты дисциплинированно указывают на первых Российские инстанции на вторых Кое-кому мерещится даже пережитый в свое время Рейхстагом пожар Плодятся и множатся конспирологические теории В каждой из них зло персонифицировано, но одновременно абстрактно К сожалению, многие наши граждане до конца не сознались Англосаксы натовцы ведут просто в русскую миру войну на уничтожение Этот дикий, абсолютно омерзительный, варварский теракт Он краснодичивый этому свидетельствует Кто такие англосаксы? Как их зовут? Где они тайно собираются? Как умудряются делать это из века в век? На чем основана их, как утверждается, генетическая ненависть к нам? На жадности и наших природных богатствах? Но в таком случае у нас дома полно англосаксов Вот китайские партнеры насчитали на днях аж 87 миллиардеров в России И трем из них, кстати, принадлежит рудник Пионер Где незаметно на фоне Крокус-центра пропали шахтеры 13 человек Почти к годовщине Зимней Вишни Хозяин которой тоже в списке миллиардеров И тоже продолжает богатеть где-то в англосаксонской Австралии Такие вопросы задаются, что неудобно отвечать даже Неудобно, неловко, неуместно задавать и другие вопросы сейчас О том, в какой степени ответственность за трагедию Могли бы разделить собственники Крокуса, олигархи Агаларовы О том, из каких материалов был построен торговый центр О мерах безопасности и видеоконтроля в нем О том, что было бы, если бы нанятые хозяевами дети Чей труд в Крокусе эксплуатировали, оказывается, массово Тоже оказались в скорбном списке О том, как так вышло, что спустя 30 лет после исчезновения СССР РСФСР, УССР, Таджикской ССР Убийц стало легко нанять по объявлению Навербовать среди люмпенизированной массы людей За относительно небольшие деньги Не означает ли это, что, подобно рынку наркотиков или оружия В стране, ну прям как в 90-е, по-прежнему функционирует рынок наемных убийств И вопрос лишь в размере заказа Впрочем, о чем это я? Лучше не отвлекаться от украинской игильской линии Вы только послушайте, как верещали эти ублюдки в руках блюстителей закона Теряя перед камерами отдельные части тела О том, что пора бить в набат, заявил и учредитель общества «Царьград» В прямом эфире на нашем канале Если сейчас власть не предпримет действия, связанные с ужесточением миграционного законодательства То тогда в следующий раз что-нибудь произойдет с самой властью Не надо забывать, что, например, если бы 24 июня Привожинская колонна зашла до Москвы Проблема была бы не в этих рассерженных 25 тысячах ветеранов Мы об этом говорили в студии «Царьграда» А проблема была бы в том, что власть закачалась бы на пару дней И вот за эту пару дней 3 миллиона трудолюбивых гастарбайтеров Четверых из которых мы наблюдали Представьте, что они устроили бы в Москве В общем, мигранты, смертная казнь, пересмотр контента, хиловин, война В каждом городе Всем нужно застегнуться, всем нужно быть внимательным И сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать Почему англосаксы, чья связь с запрещенным исламским государством Хорошо, в общем-то, спецслужбам известно Наняли террористов таджиков не напрямую А через промежуточное звено Через Киев Чтобы никто не догадался Узбежавший за границу публики На все собственный ответ Но он почти зеркальный Для либеральной миграции нашей Бенефициаром любого траура Являются Путин Со своим окружением и силовиками Надо полагать, они тоже где-то тайно заседают И ненавидят Запад от всего сердца То есть генетически Поскольку завидуют его успехам И боятся Запада Ненавидят, боятся И поставляют Газ, никель, пшеницу Мозг рисует тайное сборище Кооператива Озеро Где решают, как бы еще Завиноватить Украину Конечно же, лучший способ для этого Нанять таджикских террористов Почему? Чтобы никто не догадался Ответ Террор всегда является инструментом Государственной политики А та формой капиталистической конкуренции Никого не устроит Ведь этот ответ лишает злодея физиономии Становится некого ненавидеть Но я бы предложил воспринимать происходящее Как болезнь Можно ли ненавидеть, например, чуму? В средние века отвечали Да, можно Сжигали на кострах и ведьм, и колдунов Правда, вот чума не отступала И не отступила, пока не были изменены Объективные условия Провоцировавшие эпидемии Так и сейчас Теракты, систематические обстрелы Артиллерийские дуэли Обмены высоко и не очень высоко Точными ударами Опухоль медленно пожирает Географическую карту на наших глазах Так что не всегда разберешь Где на снимках Бахмут Где Газа, где Йемен, а где Сирия К уже открывшимся ранам стремятся присоединиться Давно назревшие нарывы Малозамеченными в нашей части света Остаются новости о почти ежедневных стычках В Южно-Китайском море Инцидентах в Тайваньском проливе В целом неуклонно сбывается прогноз Данный марксистами в феврале 2022 года Да, это третья мировая империалистическая война Война закономерная и неизбежная Чума или рак, как вам будет угодно Война обусловленная империалистической конкуренцией В условиях нарастающего кризиса Всей капиталистической системы Слушай, если со стороны, конечно, все это слушать То это кажется, конечно, вот просто гимном того Насколько из-за то, что случилось здесь трагедия И терроризм и все остальное Но это же просто вот тот самый эффект бабочки Каким он может быть? То есть, когда из-за ужасного, но локального события Происходит просто невероятная мясорубка Из-за того, что кто-то вовремя не остановился Тут важно уточнить, что в тот момент Противоречий между великими державами накопилось очень много Вот такие вот попытки обывателя Объяснять историю через личность Гримасу омерзительного диктатора или профиль благородного героя В равной степени закономерны и бессмысленны Рассматривая отдельные эпизоды империалистической войны на свет Словно стекляшки калейдоскопа Обыватель никогда не составит общего представления о происходящем Теракт останется для него просто чудовищным преступлением отдельных злодеев Организованных злодеев Организованных каким-то государством злодеев Но не более Только отработанный навык воспринимать картину целиком Со всеми ее взаимными связями и противоречиями Способность, требующая определенной теоретической подготовки Даст возможность за каждым трагическим или катастрофическим событием Видеть логику общего исторического процесса В чем заключается эта логика общего исторического процесса сегодня? Она заключается в поступательном накоплении противоречий Как между двумя основными империалистическими группировками Так и внутри каждой из этих группировок Мы неоднократно уже использовали здесь еще один образ Закипающей кастрюли Температура в этой кастрюле неуклонно нарастает Не только в Одессе или в Белгороде Вот уже французы, у которых еще вчера война ассоциировалась Только с аккуратным мемориалом близ деревни Типваль Начинают представлять себя в окопах или бомбоубежищах Вот уже и немцам напомнили о том Что когда-то служба в рядах Бундесвера была обязательной В случае военного кризиса каждый врач, каждая больница, каждое медучреждение должно знать, что делать Нам нужно четко прописать обязанности Например, если понадобится распределить большое количество жертв по немецким госпиталям Если начнется война, медики Бундесвера будут в первую очередь направлены в полевые госпитали Возможностей Бундесвера для приема раненых в таком случае окажется недостаточно Примечательно, что Германия, точно так же, как Россия или Франция Все последние годы занималась оптимизацией больниц и увольнением врачей Понадобятся ли врачи? Трудно отмахнуться от этого вопроса, глядя на многотысячные натовские колонны в шаге от Калининграда Где, как утверждают западные газеты и наши газеты вроде бы не отрицают, уже находится тактическое ядерное оружие Не хочется, не хочется верить, этого просто не может быть Гражданам Украины и гражданам России тоже не хотелось, как не хотелось когда-то жителям Донбасса Но теперь даже попадание крылатой ракеты в Днепрогэс переходит в разряд рутинных новостей Еще не остыли руины Крокус-центра, а у певца-шамана уже готово погребальное видео Конвейер, конвейер О том, как выглядит этот переход, эта эволюция обывательского сознания в 40-х годах прошлого века Хорошо написала итальянская антифашистка Наталья Гинсбург Мы думали, что война мгновенно перевернет всю нашу жизнь Но, как ни странно, люди еще несколько лет жили относительно спокойно, продолжая заниматься своим делом А когда мы уже привыкли и стали думать, что может все и обойдется и не будет сломанных судеб, разрушенных домов, беженцев и облав Тут-то и прогремели взрывы мин и бомб, стали рушиться дома, улицы заполнились разваленными солдатами и беженцами И тогда не осталось ни одного человека, кто мог бы делать вид, будто ничего не случилось Закрыть глаза, заткнуть уши, спрятать голову под подушку Ничего не осталось Такой была война в Италии Но каким образом кризис капиталистической системы обусловливает войну? Обыватель здесь опять отмахнется рукой, слишком сложно Причем здесь это, какой капитализм? Войну устроили плохие люди, которых надо просто заменить на хороших Для обывателя мировой кризис — это страшилка вроде Йеллоустоуна Пугают давно, а долларов он хоть бы хны Тут хочется привести высказывание немецкого экономиста Руди Гера Дорнбуха Финансовые кризисы назревают гораздо, гораздо дольше, чем вы думаете А потом обрушиваются на вас гораздо быстрее, чем вы успеете сообразить Кризис имеет не американскую, а международную прописку Он в одинаковой степени нависает и над Европой, и над Китаем Власти которого предпринимают сейчас лихорадочные попытки Сохранить рост производства и потребления, уберечь от обрушения Гигантскую пирамиду на рынке недвижимости Этот риск висит над обоими империалистическими лагерями Кризис ужесточает конкуренцию между группами производителей Поскольку для каждой из них утрата скукоживающегося рынка Означает падение прибыли А падение прибыли корпорации в условиях корпоративного государства Означает угрозу социальной стабильности внутри Угрозу самому главному, незыблемому праву Праву частной собственности И вот защищая это святое право Право на собственность и ритмичное получение прибыли Акционеры глобальных корпораций Американских, китайских, российских или любых других Отнюдь не кровожадные с виду люди Вполне гуманные, интеллигентные люди Готовы пойти на любую крайность Какой у вас бизнес? Это семейный бизнес Производство изделий в области точных технологий Что вы производите? Наша продукция была использована для поддержания демократии по всему миру А что же это? В основном наш самый продаваемый продукт Это ручная граната Простите, что? Ручная граната, милочка Так вот эти гуманные, интеллигентные люди Теряя прибыль в страхе перед тем, что их сожрут Гуманные и интеллигентные конкуренты Начинают обычно с таможенных барьеров и взаимных санкций С торговых войн и дипломатических нот С высылки послов А заканчивают, как правило, военными заказами И ковровыми бомбардировками Война сама по себе стала нашей самой прибыльной отраслью На каждой сброшенной бомбе кто-то зарабатывает миллион долларов Вам не обязательно знать, где взрываются эти бомбы Вам не нужно видеть убитых горем матерей и растерзанные тела их детей Юджин Депс произнес речь в Кантоне в 1918 году На протяжении всей истории войны велись ради завоевания и грабежа Войну всегда объявляют правящие классы Но в сражениях участвуют Ручная граната Они всегда учили вас верить, что это ваш патриотический долг Пойти на войну и умереть по команде Когда все вокруг объявляют войну Министр финансов Джанет Йеллен в среду предупредила, что Китай рассматривает мировую экономику как свалку для своих более дешевых товаров на рынке солнечных панелей и электромобилей Снижая рыночные цены и подавляя конкурирующие отрасли в США Я беспокоена глобальными последствиями запуска избыточных мощностей в Китае, сказала Йеллен во время выступления в офисе компании Suniva Избыточные мощности Китая искажают мировые цены и структуру производства Наносят ущерб американским фирмам и работникам, а также фирмам и работникам по всему миру Что любопытно, капиталисты всегда прикрываются интересами работников Видите, Минфин США защищает не рынки сбыта корпораций, а зарплаты сотрудников А вот американский профсоюз металлургов умоляет Байдена защитить верфи и военно-морской флот от китайской экспансии Америка с первого места в мире по общему тоннажу произведенных судов скатилась на 16-ю позицию и ниже Ну чего же не сделаешь ради простых работяг, верно? Черт с ней с глобализацией, черт с ними, с правилами свободного рынка и конкуренции Любые протекционистские меры должны быть приняты для защиты наших людей, своих людей, верно? И вот уже пять крупнейших британских газет выходят с одинаковым призывом на первых полосах Срочно ввести пошлины, признать Китай угрозой для Англии Сейчас он всего лишь вызов в официальных документах Китайская компартия считает, что работа по подчинению мира еще далека от завершения Но многие видят, это почти случилось В этих обстоятельствах, как ни удивительно, Британия все еще остается девятой промышленной державой в мире Но наше население спивается, тонет в наркомании, разлагается, теряет решительность и отвлекается на глупые мелочи Культурную и гендерную повестку, Брекзит, королевские интриги, левацкие бредни Мы сами наносим себе раны А что требуется для залечивания ран? Ну, конечно же, война У войны, вы, возможно, успели заметить, есть уникальное качество Она без остатка списывает любые долги А вот на еле живую экономику обороны и заказ всегда воздействуют, как электричество на лягушку Как описать размеры пороховой бочки, на которой мы находимся? На днях президент Байден утвердил новый оборонный бюджет Со смежными статьями это триллион двести миллиардов долларов На США приходится почти 40% военных трат на планете Добавим к этому 300 миллиардов совокупных военных расходов стран НАТО Добавим 160 миллиардов военного блока AUKUS, Япония, Австралия, Индия Добавим 130 миллиардов долларов от американских союзников на Ближнем Востоке Саудовская Аравия, Израиль, Катар, Эмираты Получится грубо и размыто, если округлить Бронированный кулак весом под 2 триллиона долларов Что такое для этого кулака подкинуть Украине 60 миллиардов на снаряды? Семечки? Тьфу! Вот что такое увядающий запад, англосаксонский запад Испускающий последнее дыхание и его отмирающие языки Вот что это такое на самом деле, а не в голове спикера Госдумы Вячеслава Володина Это мы посчитали ресурсы так называемой демократической коалиции Противостоящая ей условно-тоталитарная коалиция тоже не погулять вышла Только Россия и Китай без учета КНДР и Ирана По состоянию на позапрошлый год Это почти 400 миллиардов долларов военных расходов Делайте скидку на дешевый труд, неограниченные ресурсы И совершенно другой паритет покупательной способности Не будем забывать о ядерном оружии Для которого вообще все равно, сколько и кем потрачено долларов Сегодня, когда крупнейшие державы конкурируют за мировые рынки Идет ли речь о нефти, газе, полупроводниках или чем-то еще Несмотря на небывалую прозрачность границ для капитала По всей планете вспыхивают прокси-войны Назревают конфликты между вчерашними торговыми партнерами Кто-то рассчитывает в конце концов сорвать главный куш Мир, права человека и демократия Все это замечательные ценности Но войны ведутся не из-за них К примеру, Саудовская Аравия не была бы столь важным торговым и военным партнером США Если бы мы и впрямь не могли мириться с несправедливостью, где бы то ни было Всегда и везде причина прибыль Хочу еще раз напомнить вам, что США это ядерная держава Но Китай тоже ядерная держава Вы действительно хотите начать войну? Сейчас вы ведете торговую войну, но из истории вы знаете Что торговые войны перерастают в настоящее Нас ожидает величайшая катастрофа Если капиталистическая держава США и Китай страна со смешанным капитализмом не смогут остановиться Эта перспектива настолько немыслима и трагична Что я призываю всех сознательных людей выступать против разрешения этого конфликта военным путем То есть перед нами отнюдь не поединок Голиафа с Давидом, Давида с Голиафом Не добро против зла, не зло против добра А скорее привычная формула гигантская жаба против гигантской гадюки С весьма печальными перспективами для всех Для всего человечества США и Япония планируют серьезнейшее обновление своего военного альянса С момента подписания декларации о сотрудничестве 1960 года Рио Чиорики, бывший командующий силами самообороны Японии, заявил Это посылает сильный сигнал Китаю и КНДР С точки зрения сдерживания, перенос американцами оперативного командования с Гавайев в Японию Будет означать его усиление Это и многое другое говорит о том, что конфликт вокруг Тайваня Не очень дальняя и вообще не дальняя перспектива В целом, время работает ведь не на США Чем позже начнется финальная схватка, тем сложнее будет Вашингтону реализовать свое нынешнее военно-техническое превосходство Значит затягивать не будут Китайская олигархия и военная бюрократия прекрасно осознает это Поэтому с одной стороны лавирует и уворачивается Украинская язва сейчас отлично высасывает из американского блока ресурсы С другой стороны, продолжает готовиться к силовому поглощению Тайваня Расширяют сеть военных баз, портов и союзнических договоров от Папуа-Новой Гвинеи и Мальдив до государств Латинской Америки Асимметричные действия Пекина по поддержке России Вот кого на самом деле нужно благодарить за то, что все еще не закончилось КНДР, Иран, Венесуэлы Как факторов отвлекающих и распыляющих внимание Пентагона Одновременно и оттягивают неизбежное столкновение И приближают его Но в Пентагоне работают не дураки Там тоже слышали о Суньцзы Нанести удар по Китаю, по самому центру условной тоталитарной коалиции По цитадели конкурирующего блока Означает в представлении стратегов из Вашингтона решить все вопросы разом А не возиться по пустякам на Ближнем Востоке или в Восточной Европе Повалятся все остальные косточки домино сразу же Куш слишком велик, ставки высоки запредельно Байден абсолютно не шутит, употребляя из речи в речь На протяжении двух последних лет термин inflection point Точка перелома При этом важно действовать чужими руками Провоцировать противника на превентивные действия Заставить противника выступить первым Драка необходима, но выиграет в ней тот, кто валится в драку последним Все это напоминает типовую голливудскую сцену Она называется Mexican standoff, мексиканское противостояние Все держат на мушке всех Как в бешеных псах Только наивный чужой Кстати, наш Паронинский почтмейстер, большой любитель политики Утверждал, что в 20 веке мировая война вообще невозможна Изобретены скорострельные пушки Которые бьют на 14 верст И ружья, выпускающие не менее 40 пуль подряд Прибавьте к этому аэроплана Сгорит вся Европа Земля обратится в пустыню Погибнет цивилизация Это не так, возражал я Ах, паня Ульянов, паня Ульянов Говорил он Вы сущий ребенок в политике Спровоцировать противника на агрессивные действия Кого спровоцировали, тот и проиграл Вот определяющая максима военного планирования сегодня Отсюда, кстати, формула Unprovoked War Постоянно применяющаяся западными СМИ по отношению к войне на Украине Неспровоцированная война Конечно же спровоцированная, в такой же степени, в какой провоцирующую функцию для хищника выполняет грамотно установленный охотником капкан Теперь же ситуация перешла в стадию войны на истощение Где настоящее соперничество разворачивается не на линии боевого соприкосновения, а в цехах заводов, на рудниках и в шахтах Способность поставить на фронт 3 миллиона снарядов или миллион дронов Это в первую очередь производственный показатель И в противоборстве этих показателей участвуют не отдельно взятые Украина и Россия Но гигантские империалистические группировки Одна из которых сложилась вокруг Запада, а другая формируется вокруг Китая Власти Чехии искали боеприпасы по всему миру и смогли найти 800 тысяч снарядов Несколько стран, включая Германию и Голландию, Данию и Канаду, уже выделили деньги для их закупки Если сложить все вместе, то получится 3 миллиарда евро Этого хватит для закупки полутора миллионов снарядов Полтора миллиона снарядов только от Чехии, миллион от Германии Все, чтобы выровнять баланс России, производящей около трех сейчас Мы все еще говорим о региональном конфликте Минфин Украины и представители армии оценивают затраты на проведение новой волны мобилизации в 20,8 миллиарда долларов Это увеличивает кассовый разрыв, возникающий из-за позиций республиканцев в Конгрессе Расходы на мобилизацию нужно сложить с ожидающимся бюджетным дефицитом в 41 миллиард долларов Еще раз это противоборство не дронов, снарядов и пуль Не смелости, отваги, выучки, выдержки или чего-то еще Это противостояние экономической статистики В России только в сельском хозяйстве сейчас дефицит рабочих рук 200 тысяч Общая нехватка кадров под данным Академии наук больше 5 миллионов человек А ведь кому-то надо будет кормить, снабжать, вооружать увеличивающуюся армию То же самое происходит и с противоположной стороны Если Украина берет на баланс Запад, насколько велик баланс Китая для поддержки Москвы С обеих сторон на стол энергично швыряются козыри И пока совершенно не ясно, кто окажется в дураках Чей кошелек дрогнет первым Стальные обручи, санкции все сильнее сжимают российскую экономику Однако у Китая нет выбора Опасаясь за свой фланг, он будет пытаться эти обручи разжимать Глупо в такой обстановке задаваться вопросом, а будет ли мобилизация На Украине под давлением западных союзников Мобилизация будет утверждена в ближайшие дни, если не часы А в России? Скоро узнаем Вливание в ряды ВСУ полумиллиона новых солдат, прибытие частей НАТО для тыловой подстраховки Отправка летчиков и авиации НАТО для нейтрализации главного российского преимущества Тяжелых авиабомб со спутниковым наведением Все это не оставляет вариантов для деэскалации Многие эксперты утверждают, что это самое мощное из того, что у нас есть неядерного Но это не так Имеются подарки и помощнее, 5 и 9 тонные Однако и трехтонка для противника станет настоящим ужасом Как это уже было год назад, во время штурма Азовстали Что ж, похоже, ближайшие времена станут для множества наших врагов последними А уж если к этим бомбам привинтят универсальные модули планирования и коррекции То и полная победа России станет в разы ближе Попутной и обязательной для каждой олигархии задачей является подавление любого инакомыслия и протестов внутри страны Вы же помните, все правительства и все государства действуют теперь исключительно в интересах простого народа Поэтому правящие круги, каждый из стран старается канализировать мелкобуржуазное негодование, как в случае с фермерами в Европе И подавить рабочий протест любой ценой Мы в одной лодке, мы едины Интересы простых людей, рабочих людей и правящих классов неразлучны, неотделимы Правый реванш, черносотенная реакция — это не только про Украину или Россию Весь мир движется этой дорогой В дураках гарантированно окажутся простые люди Рабочие и бедные люди с обеих сторон Пролетарии, которых уже энергично запихивают в мясорубку, а будут запихивать просто в промышленных масштабах Украинцев и русских, арабов и евреев, китайцев и индийцев Будьте покойны, до американцев однажды очередь тоже дойдет И вряд ли кому-то от этого станет смешно Политиканы подстрекают гонки вооружений А тем временем золотой дождь льется прямо в сейфы финансовых боротил Составляющих одну тесную международную шайку Но они остаются в тени А на виду мундиры даманти Как всегда, великие мира сего кажутся великими потому, что люди стоят перед ними на коленях Война обучит не только жечь, убивать и грабить, но и лгать Лицемерить, продавать убеждения, торговать словами Она обрубит человеческую дружбу Влезет в самое дорогое, что связывает близких сердцу людей И в каждую семью войдет с ней неслыханная, непоправимая, ужасающая беда Дегенератам, таскающим по России с разрешения полиции и спецслужб Пластмассовую ракету Сармат Стоило бы посмотреть как-нибудь вот это видео Иллюстрирующее последствия возможного массированного ядерного удара по нашей стране Размахивающий в телеграмме всевозможными дубинами Царский волк Рогозин вроде бы тоже должен помнить по старой должности Как это работает Можно ли подействовать на разрастание опухоли локально? Так как мечтает Кац и тысячи навальнистов Подействовать, избавившись от какого-нибудь мерзавца Выдернув его словно гнилой зуб Опыт Румынии показывает нам Никто не всесилен И тот, кто сегодня кажется вечным Контролирующим все Несменяемым, полубогом Завтра может не просто потерять власть Но и потерять и жизнь Нет Избавление от злодея не избавляет от противоречий Причина мировой войны Объективные экономические противоречия А не любой из ненавистных нам дедов Историю двигают не отдельные мерзавцы Я повторю это еще раз Не герои, а массы Если масса не приведена в движение кризиса Если она не сознает катастрофичность своего положения Никакими роликами из ютуба Митингами, заклинаниями Организованной порчей бюллетеней Невозможно сдвинуть массу с места Партия это парус, в которой можно ловить ветер истории Но парус бесполезен до тех пор, пока над морем штиль Можно ли в обстановке мертвого штиля Уповать на буржуазные выборы На одиночные пикеты Призывать к абстрактному миру Как говорит Макрон К справедливому миру А справедливый мир это его формулировка Можно, наверное, это делать Но в целом Это пустая трата времени И благоглупость Потому что империалистическая война не может закончиться эволюционно Ее способна остановить только социалистическая революция Несправедливый мир Но что-то совершенно противоположное ему Притом революция всемирная И она неизбежна, если человечество выберет жизнь А не пропасть самоуничтожения Но эта задача потребует колоссального напряжения сил Возможно, и скорее всего Социалистическая революция грянет на сей раз Не на деиндустриализованных руинах бывшего Советского Союза Но она грянет обязательно И до наших руин тоже докатится обязательно Только произойдет это не раньше Чем сегодняшние правящие круги Доведут противоречия до предела Измотают друг друга до предела И немыслимыми страданиями Приведут в движение миллионы людей Вызовут к жизни тот призрак Который когда-то бродил по Европе Вот это и есть единственная задача На которую могут работать Должны работать коммунисты всех перечисленных стран Инфантилизм Надеяться на роды через пару месяцев после зачатия И рыдать от того, что не получилось Пока нет бури Надо не заниматься клоунским акционизмом Не долбиться об стену лбом Не выбирать себе крышу в виде меньшего зла А шить парус Тренироваться, учиться Устанавливать горизонтальные связи Без лишнего шума И желательно Без крайней необходимости Не подставлять единомышленников под молотки Работая на эту задачу Коммунисты обязаны четко осознавать Собственные силы И собственную слабость Объективные исторические условия Состояние производительных сил и производственных отношений В каждой отдельной стране и в мире в целом Именно поэтому мы сейчас говорим с вами О всеобщем А не о частном Для этого, для того, чтобы не вляпываться раз за разом В оппортунизм, реформизм, экономизм или социал-шовинизм Нужна постоянная теоретическая работа И постоянная работа практическая Как работа в трудовых коллективах Так и ежедневная информационная работа А гидпроп — это не рисование загогулина на бюллетене Это даже не раздача листовок или расклеивание Дерзких объявлений Это наполнение информационных материалов Жизненно важными для рабочих сведениями И эту работу сегодня в России По большому счету ведут лишь несколько кружков Объединений и движений Вроде Российского трудового фронта В мире этим занимается коммунистическая партия Греции И несколько союзных ей партий Все Вот как следует оценивать происходящее сейчас событие Вот какая картина открывается Если отбросить подростковый азарт и идеализм Немалое количество людей, балующихся левой идеей Или обогащающихся на левой идее До сих пор, даже спустя два года Не осознали и не признали Что на дворе мировая империалистическая Мировая, а не региональная война Не открыв ни одной марксистской книжки Или заблудившись в книжках псевдомарксистских Они по-прежнему либо воображают Будто имеют дело с загнанным в угол Диктаторским режимом, который вот-вот падет Либо с некими шарлатанскими абстракциями Вроде центра, полупериферии или периферии Одни, предвкушая скорый реванш либералов Не имея за спиной никакой поддержки рабочих Размотали до неприличия язык Зарабатывая проблемы дома И признание на Западе Другие, катедр-социалисты, кафедральные То есть социалисты и псевдоученые Жонглируя околонаучными терминами То, подобно Петру Струве Падают в объятия охранителей То рвутся обниматься с либеральной оппозицией И те, и другие В действительности думают не о коммунизме И не о первоочередных коммунистических задачах А об удовлетворении своего детского числавия Кликбейте и монетизации личной публичной позиции Не понимая сути империализма Не утруждая себя изучением марксизма Они мечтают примерно об одном и том же Просочиться в новую очередиловку После того, как режим рухнет И ее создадут И у тех, и у других в голове примерно одно И для тех, и для других есть только один рецепт Ничего более актуального, современного и действенного До сих пор не придумано Что вы здесь делаете? Учимся А ты кто такой? Ты тоже учишься? Я не учусь Я учу Твой Ленин был дельный человек Я тоже учился у него И чему же ты научился? Непримиримости Это верно Но он учил не только этому Чему же еще, по-твоему? Он учил Что без партии рабочего класса Невозможно победа революции Это была агитация и пропаганда Скоро увидимся Мир вашему дому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok